МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! С вами православный календарь, программа Якутской епархии. Сегодня в нашем выпуске. Сетевой проект двух регионов Якутии и Удмуртии стартовал в Якутске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлое Христово Воскресенье – самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря. Праздник праздников, который символизирует обновление и спасение мира и человека, торжество жизни над смертью, добра и света над злом и тьмой. Пасха – это главный христианский праздник. В этот день вспоминаю чудо воскресения Иисуса Христа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День республики отметили на всей территории Якутии. Свой национальный праздник якутияне встретили по традиции в национальных костюмах. На праздничных площадках прошли концерты и торжественные мероприятия. Новости якутской епархии в сети интернет. Ресурсный центр «Спас» провел семинар для студентов Санкт-Петербургской духовной академии. В Алдане состоялся концерт, посвященный Дню республики. Благочинный Алданского округа Ирей Георгий Кардаш выступил с приветственным словом. Правякутия.ру Все новости якутской епархии в режиме онлайн. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сетевой проект двух регионов – Якутии и Удмуртии – стартует в Якутии. Проект направлен на популяризацию православной культуры среди населения, исторически проживающего вдоль сибирского почтового тракта в Удмуртии и в Якутии. В поле зрения – русский субэтнос потомки имщиков государевых, который сформировался за три века на берегах реки Лена в Якутии. Это русские люди. Они сохранили свою культуру, фольклор, но переняли у местного населения якутский язык. В этом их уникальность. Глава региона объявил пятилетие имщицкой культуры. А сегодня, благодаря поддержке конкурса «Православная инициатива» к проекту из Якутии присоединяется Удмуртия. Конечно, везде эта почта шла, почта была, имщики были. Но там именно, оказывается, они тоже уделяют внимание вот этой культуре, именно истории своих предков. Я очень даже поддерживаю этот проект. И если приедут гости, наша общественная организация будет очень рада, чтобы пройти по этому маршруту, по которому они хотят. В Доме дружбы народов уже начали подготовку. Впереди обмен опытом и песенный батл двух регионов. Мы рады сотрудничать с новым проектом, который посвящен имщицкой культуре, от Якутии до Удмуртии. Будем рады, что если гости из Удмуртии прибудут сюда, в Якутск, наш Дом дружбы народов, побывают здесь. Мы обязательно обвиняемся опытом, какими-то идеями. И я думаю, проект будет только усиливаться. И в рамках пятилетия имщицкой культуры он очень, безусловно, актуален на сегодня. Русское старожильческое население Якутии бережно хранит свою культуру. По сибирскому тракту стоят верстовые столбы, музеи. Каждое село имеет свой фольклорный ансамбль. За века русские старожилы сохранили веру православную и сегодня в селах восстанавливаются храмы. Идем в храм. Самая любимая рубрика нашей телепередачи. С чего лучше всего начать церковную жизнь? Надо сказать, что церковная жизнь, она многогранна. И то, что человек просто пришел раз в храм или два, или один раз или два помолился за богослужением или дома, это еще не церковная жизнь. По-настоящему церковная жизнь, она проявляется тогда, когда христианин, исполняя заповеди Божии, хотя бы минимум раз в неделю посещает богослужение, воскресный день. В лучшем случае, конечно, это и все церковные праздники великие. Также церковная жизнь, она проявляется и тогда, когда человек, особенно самое главное, участвует в таинстве Евхаристии, причащается тело и крови Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Также важна молитва. Молитва в храме, соборная за богослужение, молитва дома, обращение к Богу, участие в других церковных таинствах, таких, как, например, таинство исповеди, еле освящения, благословение брака, если люди состоят в браке, ну и в других моментах. То есть во всем руководствоваться верой в Бога и руководствоваться молитвой и обращением к Богу, просьбой благословить человека. Вот с этого, наверное, начинается вся церковная жизнь. Я, Игумене Архилая, прочту апостол Коринфянам послание. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не разражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, когда же лицем к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывает сие три вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. С вами был православный календарь и Анжелика Тупицына. До встречи!